Начинаем новый учебный код и будем рассматривать отношения с эгрегором. Эгрегор – энергоинформационное объединение живых существ, людей, животных, растений, допланетян, высших, низших. Что такое высших и низших? Низкая частота – это то, что вибрирует ниже частоты вибрации Земли. Все это низкочастотное, и это все будет разрушать клетки организма любого. И высокочастотная вибрация – это все, что идет выше частоты вибрации Земли. Это все будет развиваться. Вибрация Земли нейтральная – это как бы основа, опора для, скажем так, старта или падения. Вот. И отношения с эгрегорами. Но прежде надо это ведь увидеть. И вот как увидеть? Человеку надо увидеть что-то внутренним взором, внешним взором. Кому-то хватает вот этого творческого свободомыслия, чтобы увидеть у него внутренний мир раскрыт, и он достаточно образно мыслит. Как раз то, что стоит выше матрицы. То есть, матрица – некое объединение эгрегоров, которое контролирует Землю. Вот у нас есть Земля. Есть Земля. И есть у нас процесс эволюции людей. И вот он, эдакий процесс. Можно его начать с красного цвета, когда мы идем… Почему вот это относится к теме сакральной геометрии? Ну, это не сакральная геометрия, конечно. Но все равно. Это структуризация. Структуризация мыслеформ, мыслеобразов, некого видения, что, как, чтобы можно было уловить эти процессы. И у нас есть три уровня сознания, три слоя, которые соотносятся, скажем так, с чакрами. И вот у нас первый уровень, второй и третий. И вот он уровень Земли. Четвертый. То есть, не ноги. Потому что мы рассматриваем здесь сознание. И вот сознание людей вот этого чувственного уровня также привязано к Земле. На Земле нужно все дела поделать. И здесь у нас, так называемый, нижний астрал. Самые нижние вибрации. То есть, низкая частота. То есть, вот эта низкая частота идет до уровня вибрации Земли. И вот тут мы помним, что первый уровень сознания соотносится с первой чакрой. И все это отвечает за материальное благо, за все телесные, проявленные формы, за проявленное поведение. Поэтому человек, который цепляется за поведение, за внешнее, это работает нижний уровень сознания. Обычно людям, очень многим его ставят. Либо кармический блок, либо рот. Ставят, привязывают его к внешнему поведению. То есть, это внешняя форма. Я вот так себе. Вот кто-то правильно ведет, кто-то неправильно ведет. А это внешнее. А что человек излучает при этом? Высокие вибрации или низкие? Это вот надо увидеть. Второй уровень, это отношения. Эмоции. Эмоциональная подача. То есть, насколько человек привязан к каким-то, вот, правильно подающимся, вот, я вот говорю, вот, я могу говорить, сказать так, я могу жестко сказать, или еще. Ну, а какие вибрации-то на самом деле идут? Это настоящее. А не внешнее поведение. Третий уровень. То есть, вот, нижний уровень, второй уровень, третий уровень, интеллектуальный уровень. То есть, интеллектуал, интеллект, ум, работа ума, это не разум и не мудрость. Это такая же матричная программа. Поэтому люди интеллектуальные также же привязаны все к земле. Они не просто земные, они все матричные. И здесь у нас, отметим, население земли, три четвертых населения земли находится под полным колпаком, полным программным обеспечиванием их поведения, мышления, отношений. И их мы не рассматриваем. Нижний уровень сознания. То есть, это нижние уровни сознания. Вот эти вот три. Но они касаются четвертого уровня. Четвертый уровень, мы помним, чувственные, творческие люди. Обычно мастера, какие-то ведущие, которые собирают коллективы, которые, взаимодействуя с пространством, с людьми, что-то создают. И они также же могут благополучно упасть вниз и подняться. И их одна четвертая. Здесь мы рассмотрим пятый уровень сознания. Это уже как некий переход на управление состоянием. То есть, судьбой, пространством, создание новой жизни. Не привязанной к материальному. Использование материального идет, но не привязанным. Далее идет шестой уровень сознания. Это уже некие реформаторы. Которые видят уже мир по-другому, подают идеи. И они уже, видите, через сознание, они уже не воздействуют на людей бытия. Воздействуют вот эти люди. Которых пятый, пятая Д, как говорят. Они должны учиться взаимодействовать, а не уходить. Пока они не пройдут, как бы, вот этот слой, как некий экзамен, они будут. И, кажется, мы вроде отошли от темы эгрегоров. Но мы только к ней приближаемся. Потому что вот земля и вот эгрегоры, они окутали землю. И все, кто живет на привязанности, то есть реагирует и не отделяется. Можно как бы увидеть реакции, но разделиться на потерю и приобретение материальных благ, телесного, отношений, что-то связанное со способностями, с показом себя, с управлением. Если человек реагирует на приобретение потерь, значит, у него этот уровень сознания. В данный момент. Или навсегда. Внутри четвертых населения земли навсегда привязанных. И они находятся под колпаками вот этих эгрегоров. Далее четвертый и пятый уровень – это уже творческие эгрегоры. Четвертый уровень – это человек, который управляет. То есть он мастером управляет какими-то процессами. Он там рисует, он там взаимодействует с другими людьми. Он ведет коллективы, но не руководит. Он как управляющий в руководителях. Ему может казаться, что он там генеральный директор, генеральный секретарь. И он управляет, но он на самом деле ведется эгрегором. Все люди ведутся эгрегором. Просто тот человек, который прошел пятый уровень, а это руководитель именно, вот он управляет состояниями. И он во взаимодействии с равным взаимодействием с высшими эгрегорами, вот этот может с низшим взаимодействием и быть под колпаком уже. Низшим. Что и как бы наблюдается. Многие там мастера, руководители, они уже темные. Облюзли. Тут надо как бы помнить, что такая двойственность. Если человек за шлаком, шлак имеет низкочастотную природу. И он телом уже не будет проводить высокочастотную природу. Он может отдавать себя делу, творчеству, какой-то общественной деятельности. И проводить этот поток высокочастотный. Допустим, патриот он проводит и людей поднимает. Но его тело будет разрушаться. А это о чем говорит? О том, что он привязан к какому-то нижнему уровню сознания. То есть у него это становится что-то очень важное внешне. Обычно вот эти вот, которым дана возможность выйти на необусловленное, непривязанное к внешним формам проживания на этой земле. И эти люди, они могут создавать пространство, в котором будут совсем другие процессы. А здесь все будет те же самые. Чтобы человек не придумывал, все будет то же самое на земле. Вот эта вот цивилизация рушится, опять поднимается. Все то же самое. И вот эта категория людей здесь, скажем так, один процент. А то и меньше населения земли. И то не все они себя реализуют. Вот. И так мы видим, что есть люди с низшим уровнем сознания. Они привязаны к матричным эгрегорам. Есть люди, которые вот в этом открытом сознании, у этих сознания закрыто. И у них есть возможность выхода на, не только на управление пространством, но и создание нового. И их одна четвертая. И вот им важно вот этот вот уровень интеллектуальный не превратить в некое обожествление информации, когда важна внешняя. Когда важны какие-то поведенческие нормы. Когда идет идеализация. Внешне надо останавливать там или наоборот развивать что-то. Но внутренней зависимости не должно быть. Чтобы было внутренней зависимости. Я вам как бы основы кармы подаю. Потому что мы потом в следующих уроках будем рассматривать взаимодействие людей с эгрегорами разных уровней. Чтобы у вас была основа понимания, что вот эти люди находятся в полной зависимости. То есть масса населения Земли в полной зависимости от программ. Эгрегоры, которые их и ведут. Их программируют, они проживают просто. У них там есть возможность как-то преодолевать эти программы. Какими-то добрыми делами. Познанием. Этим творчеством. Которое относится более к мастерству. Руками, когда человек что-то делает. Рисует или строит, неважно. Но у него уже творческий подход. То есть на отдачу. Человек хочет больше отдавать. Вот этот уровень перехода. Больше отдавать, чем получать. А эти люди уже только отдают. Они ничего не хотят получать. С 5 по 7. Здесь они просто есть. Вот. И у нас есть эгрегор. Высокочастотный. То есть это вот низкочастотные эгрегоры. Сейчас мы подпишем, что это низкочастотные эгрегоры. И даже люди с высшим уровнем сознания, находясь здесь на земле, постоянно подвергаются воздействию низкочастотных эгрегоров. Вот таким вот образом. Они охватывают матричные эгрегоры всех людей, которые здесь живут. И вот как освободиться? Ну, отдать себе высокочастотному эгрегору. Опять нарисуем съемку такую, чтобы проникнуться. Вот это поток веры. И как он пойдет? Он пойдет вот сюда. Потому что не нужно охватывать всю низкочастотную природу темных сущностей людей и тому подобное. Потому что это масса, как некий баланс для игры, взаимодействия этой грани. Нет, не будет у нас идеального мира на Земле, в галактике. Потому что здесь разворачивается игра. Поэтому здесь поток проходит. Он может пройти сквозь все слои. Самый нижний астрал проходит. Высшие сущности, если надо. Но точечно. А не охватывая все. И что у нас получается? Четвертый уровень может быть охвачен и отдать себя высокочастотному эгрегору. Я опять схематично показываю. У каждого свой склад мышления. Мне, например, легче осознать, размышлять, видеть, когда я вижу схематично. И вот что у нас получается? Интеллектуальный уровень людей охватывается в большей степени. Люди эмоциональные, эмоционально зависящие. Отношение того, как тебе что-то сказали, меньше. И люди, которые привязаны к материальному, они могут быть только точечно. Где-то вот в чем-то. Какой-то сильный стресс. Война или еще что-то. Где они приобщаться, скажем так, к вере высокой частоте. И начнут по этой ступени подниматься. Эти уже люди полностью в потоке высокой частоты. Высокая частота проникает в низкую частоту. Но еще раз мы помним, вот они эгрегоры матричные. Низкочастотные. Привязывающие к земле. И они как бы выращивают человека. Потому что человек выращивается вот здесь на земле. В родовом эгрегоре. Он привязан. И отношения с эгрегорами у этих людей никаких нет. Они просто все используются. Поэтому, когда мы говорим. Вы видите, что люди привязаны. Идеализируют все это материально. Все эти отношения. Ритуалы. Какие-то поведенческие нормы. Они не смотрят на то, что человек излучает на самом деле. То они сидят. Это биороботы. Как бы это не звучало там. Может быть негативно. Но им нужно подавать высокую вибрацию. Потому что они могут просыпаться. Особенно в этот период перехода к землиному. Высокие вибрации. И делать какие-то боги дела. Для души своей. Если она есть, конечно. Потому что 20% ее нет. У этих она просто присутствует. Этих она ведет. И только с этими. Четвертое и пятое. Душа уже начинает взаимодействовать. И определяет. Где, в каком эгрегоре он будет. А здесь просто человек. Вот рождается. Рождается. Посевы. Такие кончики. Идет. Программирование. Поэтому здесь отношений никаких нет. У людей, привязанных к нижнему уровню сознания. И мы рассматриваем вот тот уровень, который проходим. Друженько. Это творческое раскрытие сознания. Это чувственное восприятие мира. И чувственное пребывание во всех движениях своих. Внутренних и внешних. То есть, если я двигаюсь, я должен двигаться с чувством. Не с эмоцией. Эмоции здесь. Чувство это долговременное энергетическое состояние. Которое не только заполняет тело. Надо телом учиться двигаться. Чтобы тело шевелилось. А не вот как бочка вот эта вот деревянная поворачивалась. И руки вот это вот как клешни. Все должно быть, должно вот как бы играть. Чтобы телом проводить физический поток. Тогда он пройдет до коренной чакры, которая за тело физическое отвечает. Тогда человек будет жить вот этим людям отпущено 60 лет. Этим людям отпущено срок 120 лет. Этим 180. Плюс-минус. 10-20. около телера? Но жизнь. В жизни жизни. Жизнь. Имея ввиду а не существование на таблетах и так далее. Или в зависимости как бы. А именно жизнь, когда человек может радоваться искренне. Кроме этих товарищей, которые уже никак не проснутся, они просто их включают-выключают. Вот это будет у нас вводная лекция по теме отношения с эгрегором, которых много. И с каждым эгрегором нужно уметь расстраивать отношения. Продолжение следует...